На днях в Ереване высадился очередной американский политический десант, вслед за высокопоставленными чиновниками Государственного департамента в Армению прибыла двухпартийная делегация Сената США во главе с сенатором Ястребом Роджером Уикером. В рамках визита, начавшегося 3 июля, делегация встретилась с премьер-министром Николом Пашиняном и представителями парламентской оппозиции, а также посетила город Джермук на границе с Азербайджаном. А 5 июля Уикер и другие члены делегации встретились со спикером парламента Аленом Симоняном, после чего сенатор провел пресс-конференцию, в ходе которой подтвердил, что за усиливающимися контактами с Арменией и активностью в регионе Южного Кавказа стоит общая стратегия США, направленная на ослабление влияния России на бывшие советские республики, или другими словами, на обуздание большого русского медведя. Как и в других регионах мира, Соединенные Штаты объясняют свою стратегию укрепления позиций на Южном Кавказе и вытеснение России из региона принципами демократии и свободы. В частности, сенатор Уикер заявил, что Армения имеет сложное соседство, будучи окруженной с одной стороны Россией, имеющей большое влияние в регионе, а с другой — Ираном. По словам сенатора, ни Москва, ни Тегеран не хотят, чтобы на Южном Кавказе торжествовали свобода и демократия. Он также отметил, что в мире и в частности на Южном Кавказе есть силы, пытающиеся свести на нет распространение идей демократии и свободы, и Армения в этом вопросе демонстрирует большую решимость, чтобы не допустить этого. По словам Уикера, правительство Армении хочет скорейшего заключения мирного соглашения с Азербайджаном, завершения процесса делимитации и демаркации границ, а также открытия границ с Турцией, добавив, что в этих вопросах Соединенные Штаты полностью поддерживают Ереван и Баку. Ну а далее американский сенатор заявил, напрямую обратившись к Азербайджану, остерегайтесь того, к чему может привести объединение с путинской Россией. Я хочу посоветовать нашим друзьям в Азербайджане попытаться понять цену и значимость свободы. Мы видели это много раз. Я хочу передать это предупреждение Азербайджану, быть бдительным, чтобы большой русский медведь не попытался в очередной раз занять доминирующее положение в отношении Баку. Иррациональность логики американского сенатора вызывает не только сожаление, но и недоумение, что имеет в виду Уикер, говоря об объединении Азербайджана с путинской Россией. Разве Баку входит в интеграционные проекты Москвы или на территории Азербайджана дислоцируются российские войска? А может Баку скрепил военно-политические узы с Кремлем? Как ни парадоксально, но видимо американского сенатора в Ереване подвела память. Его парализовала амнезия, и в его голове внезапно стерлась информация об активном участии Армении, в которой он отчаянно выступал с бестолковыми заявлениями в военно-политических и геоэкономических проектах Кремля. С другой стороны, что получит Азербайджан, если последует советам досточтимого американского сенатора и пойдет на конфронт АЦИЮ с Россией? Пустые обещания о поставках стратегического вооружения или истребителя F-16, а может опробированную в Украине кощунственную модель циника Салливана, не дать России проиграть и не дать победить Украине, Азербайджану, Грузии, Молдове? Сколько еще бессовестные и подлые политики США будут играть с судьбами постсоветских народов? И что получила Украина, вступив в неравную схватку с русским медведем, выражаясь острым жаргоном американского сенатора? Бессовестную полугодичную дискуссию насытившихся кровью украинцев пузатых американских сенаторов, поставлять ли украинцам и дальше вооружение или оставить их безоружными в борьбе с русской интервенцией? Сенатору-республиканцу, члену Комитета Сената по вооруженным силам очень удобно, сидя где-то на Уолл-стрит, выступать с жесткой позицией по отношению к России и повторять, как мантру, песня об обновлении ядерных сил США или размещении ядерных боеголовок США на военные базы, дислоцированные на территории Южной Кореи. Но иногда у сенатора наступает прозрение, координация России, Ирана и КНДР достигла беспрецедентного масштаба, тогда как в США наблюдается атрофия боевого арсенала. Вот-вот, уже ближе к истине. Испятивший Уикер, смотря правде в глаза, предлагает Азербайджану положиться на атрофию боевого арсенала. В ноябре прошлого года Уикер написал письмо пораженному старческой деменце Иой Байдену с призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты. Услышал ли сенатора американский президент? Где ракеты, Уикер? Уикеру никто не пишет. Ему не ответила даже пост пред США при ООН Линда Томас Гринфилд, когда она выступила с призывом предоставить белорусской оппозиции в изгнании статус постоянного наблюдателя при ООН. Зачем же Уикеру должен отвечать Азербайджан? Вот в чем вопрос.